Ну что ж, сейчас мы попробуем снять приборную доску. Дело в том, что когда я езжу вечером, у меня постоянно моргает подсветка. Эта подсветка, конечно, напрягает, когда она моргает, особенно именно в вечернее ночное время. Очень бросается это в глаза, отвлекает в какой-то мере даже от движения. Поэтому я решил это исправить, заодно вообще посмотреть, как устроена приборная доска. В том числе я попробую что-нибудь сделать со шлейфом бортового компьютера, потому что он тоже дает о себе знать. Пропадают пиксели, тоже моргает у него иногда подсветка. В общем-то, эти, видимо, контакты надо пропаивать. Но для начала нужно снять приборную доску. Честно говоря, сам я довольно долго не понимал, как она снимается. Вроде бы как все просто, но никогда не знаешь, куда изначально надо подлезть, что надо сделать, чтобы не сломать. Я наткнулся на видео такого человека, как The Climates, у него канал так называется, или Climates, правильно. Ну, я надеюсь, что как-то так. Вот. И на его канале я обнаружил видео о том, как снимать приборную доску. Но там рассказана в основном теоретическая часть. То есть, что, зачем нужно делать. Соответственно, понятно, что мне, как человеку, который первый раз будет скрывать приборную доску, то есть вынимать ее, не совсем стал понятен процесс. Поэтому я этим видео хочу вам показать процесс съема приборной доски. Потому что одно дело теория, другое дело, что мы встретим на практике. В общем-то, алгоритм довольно прост. Нужно снять, во-первых, вот этот вот кожух рулевой колонки верхней, для того, чтобы получить доступ к болту, который находится вот здесь, винтик такой здесь находится. Далее нам нужно снять вот эти дефлекторы вместе с этой вот пластиковой вставочкой, панелькой, для того, чтобы получить доступ к винту второму, который держит приборку здесь. А она, по сути, после этого вынется. Но давайте посмотрим, как на деле это выглядит. Первое. Нужно снять кожух рулевой колонки. Для этого нужно руль отвернуть вот так. Сейчас у меня мотор не запущен, поэтому гидроусилитель не работает, приходится прилагать усилия. И мы здесь видим один болтик. Вот. Его нужно открутить. Это для того, чтобы снять верхний кожух рулевой колонки. Болтики сразу складываем лучше на торпедо, чтобы их не потерять. Ну, после чего отворачиваем руль. Вот. И где нам надо будет приступить ко второму болтику, который, кстати, закрыт вот этой вот заглушкой. Снимаем вот эту заглушечку. Она, в принципе, снимается пальцами легко. Также его кладем сюда. Вообще их должно быть две, но у меня одна только заглушечка. И откручиваем вот этот вот болт. Пытаемся, по крайней мере, его открутить. Так, вот. Опять же, складываем все сюда. Руль можно вернуть в исходное состояние. После чего снимаем вот этот вот рулевой кожух верхней вот этой колонки. Вот. Он у нас прекрасно снимается. General Motors, кстати говоря, GM. И мы здесь видим вот такую вот интересную картину. В общем-то, само рулевое управление здесь видно. Все. Но нас интересует вот этот вот болтик, который тоже нужно открутить. Для этого берем отверточку плюсовую, опять же. Лучше, конечно, длинную и на магничную брать. Гораздо удобнее. Но такой тоже можно открутить. Просто придется чуть побольше помучиться. Вот. Вот выкручивается этот болтик. Вот. Вот такой вот винтик. Даже больше саморез. И тоже кладем его на нашу торпеду. Все. После того, когда мы открутили этот болтик, нас интересует вот эта вот панелька. Ее нужно снять. То есть вот эти дефлекторы, вот эту вставочку, для того, чтобы получить доступ к болтику, который находится прямо вот под, собственно говоря, вот этой вот приборкой. В общем-то, как и рекомендовал Climates, здесь, в общем-то, здесь, по сути, нужно вот эти два бочонка отвернуть вниз и два вот этих клапана привести в закрытое состояние. Вот. Вот так. После чего достать нечто, либо минусовую отвертку длинную, либо вот что-то вроде такого ножа. Вот такой ножичек. И в этом положении их немножко вот так поддеть. После чего вот эти дефлекторы вынимаются довольно легко. Вот они. Вот он, в принципе, выходит. Вот. Довольно все просто. После чего мы попадаем вот сюда. Кстати, один из винтиков у меня уже подвыкручен, потому что, видимо, предыдущий хозяин здесь что-то делал. Ну, в общем-то, вот эти два винтика, первый и второй, нам необходимо открутить. Тоже ничего сложного, просто плюсовой отверткой вынимаем. То есть, откручиваем. Я даже могу здесь уже руками его открутить. Ну, вот он так же выглядит, в общем-то, как и вот этот винтик, который был у нас, держащий нашу приборную доску. И такой же здесь винтик. Вот. Тоже его откручиваем. Здесь ничего сложного абсолютно нет. Вот. После чего вот эта панелька вынимается. Вот она. Вот как выглядит у нас то, что дефлекторы держит. Вот она. Да, вот. Видите, как работает этот клапан? То есть, когда вы закрываете, когда вы вниз тянете, для того, чтобы перекрыть поток воздуха, вот он просто закрывается, заслоночка вот такая. В принципе, все элементарное. Все гениальное просто, я бы так сказал. Вот. Так что, все. И здесь нас интересует вот этот вот замечательный болтик. Его нужно будет открутить. Ну, здесь тоже ничего сложного. Тоже берем этот болтик и откручиваем. Действительно, в принципе, это довольно простая процедура, но когда видишь, как это делается, еще легче, как бы, потому что без человека Climates, который выложил свое видео, если бы я не нашел бы его, так сказать, комментарий, который он объяснил, чего и как, конечно, было бы сложнее, я бы дольше парился, бы угадывал, чего и как. Ну, попробуем. О! Все. Все вынимаем. Вот. Два винтика, держащих приборную доску, у нас отсоединились. Теперь наша задача проста. Мы отключаем зажигание, чтобы у нас не работала приборка. Еще не коротнуть. Вот. После чего мы ее плавненько пытаемся вытянуть на себя. А, ну вот еще тут. А, вот. Нужно немножко вот этот пластик вот этот подпридавить, который ее задерживает. Ну, вот она, родимая, вынимается. Там, кстати, есть еще два шлейфа, которые он объяснял, чтобы их не оторвать. Вот, видите, два шлейфа есть. Вот такие два провода подходят. И их должны аккуратно вынуть. Лучше даже, кстати, подсядывать с той стороны, потому что здесь мне не совсем пока понятно, как я их не вижу. Ну, вот я все положу вниз. Вот эти все. Так. Ключи сюда. Дефекторы сюда. С этой стороны вот значительно проще, конечно. Вынимать шлейф, проводки. Вот это вот и есть бортовой компьютер. Вот это как малоподсветка, а вот это основной разъем данных. Так. Главное, ничего не запороть. Аккуратно вынуть. А, вот. Вот как. Тянете вот за эту черную штуку, видите, она вот так вытягивается, и потом освобождаете нашу приборную доску. Вот как она выглядит, кстати. Давайте посмотрим, что у нас тут с обратной стороны. Ну, вот эти все лампочки. Вот они все это. Вот они подсвечивают. Вот. А где, в общем-то, подсветка? Таким образом она тут работает, надо будет посмотреть. Вот. Бортовой компьютер у нас находится под вот этим вот кожухом, который, кстати, как-то вкручен. Тут, кстати, куча бумаги. Это, видимо, шлейф действительно подкладывали. Вот. Но это надо тащить домой. Дома сидеть разбираться. Что-то ты как. Вот. Ну, здесь резисторы я вижу. Такая вот бестекстолитная пата, скажем так, в виде полиэтилена выполненная. Вот. Тоже, думаю, кто вот увидит, будет интересно посмотреть. Вот кто еще ни разу приборку не снимал. Вот. Ну, я надеюсь, ребята, вы поняли процесс. Вот этот шлейф подсоединяется вот на тот разъем. Вот там вот он находится. Ничего сложного нет. Вот. Бензин. Так написано, интересно. Так. Ну, в общем-то, как-то так снимается приборная доска. Я надеюсь, теперь вы более-менее поняли, как это делается. Кстати, когда мы ее сняли, вот у нас имеется вот такой вот примерно вид. Вот. Вот этот вот разъем, про который я сказал. Вот. Вот этот разъем, до который, в общем-то, основное питание, видимо, подводит. Вот этот вот шлейф данных компьютера, вот этого бортового. Вот это вот шлейф подсветки, видимо. Я еще так не разобрался, но вот эти вот два провода отвечают за питание бортового компьютера, данные и основное питание, включая, может быть, подсветку. а вот этот вот отвечает за показания спидометра, тахометра, разъемчик. Вот. Ну, в общем, примерно все теперь выглядит как-то вот так. Я надеюсь, что те, кто соберутся в будущем снимать приборную доску, они поймут, как это делается, и, в общем-то, все у них получится, все получится починить. В общем-то, я сейчас пойду домой, буду ковырять, разбираться, там, посмотреть, чего и как. Может быть, что-то и пропаивать буду, потому что бортовой компьютер, ну, достал он меня, что он так работает, непонятно. Ну, в общем, как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, впоследствии я принес приборную панель домой, посмотрел, как она устроена, и, честно говоря, был немножко разочарован. С одной стороны, конечно, там все просто, лампочки, подсветки меняются элементарно. Сама, в принципе, схема реализации неплохая, но вот реализация шлейфа с LCD-экраном действительно болезненная, потому что я вчера впервые увидел, как она на самом деле реализована, и я до этого думал, что там все-таки есть какая-то пайка, я думал, что шлейф припаян. Нет, к сожалению, шлейф оказался не припаянным. Шлейф реализован, как в старых китайских калькуляторах. Casio, там Citizen, кто-то помнит, может, из детства такие. Там тоже вся вот эта LCD-экран панель, вот эта LCD-экран клеился таким широким шлейфом с кучей контактов. Каждый контакт, по сути, отвечает за свой пиксель. Я когда посмотрел, как все это реализовано, честно говоря, понятно, что реализация сейчас матрица присоединяется к коротеньким шлейфам обычно, и уже декодирование сигнала происходит в самой LCD-матрице. То есть, количество проводов, как правило, меньше. Потому что я сам разбирал мониторы современные, смотрел, как они устроены. Конечно, все по-другому. Но здесь вопрос не в этом. Тут вопрос, почему они так все хреново реализовали. Ведь никакой пайки нет. Просто все держится на каком-то клею, который приклеивается при высокой температуре. То есть, чтобы такой шлейф приклеить, надо нагреть феном. И приклеить этот шлейф к контактной группе. Почему так реализовали, вообще непонятно, на самом деле. Потому что, честно говоря, это ненадежно. Потому что шлейф даже не припаян. А, соответственно, клей, он, ну, не может нам гарантировать долговечность. Понятно, что со временем клей от холодов, от вибраций отстает потихонечку и пропадает контакт. В общем-то, так и случилось. Почему у меня дергался LCD-экран и у многих омегаводов он дергается? Потому что вот эта реализация его, конечно, довольно-таки слабенькая. Вот. Ну, увы. Попробую, конечно, доработать эту систему. А сейчас ищу новый шлейф. Я надеюсь, его приобрету. Я, кстати, вам заодно покажу процесс. То есть, я расскажу, сколько он стоит и так далее. Но я сам по себе разочарован, конечно, в реализации вот этой технологии. Все можно было сделать намного лучше. По крайней мере, можно было сделать некий такой, знаете, прижимной разъем, с помощью которого шлейф бы надежно фиксировался механическим путем. Вот. А здесь он, получается, просто висит. Как видите, у меня на приборке сейчас, в общем-то, нет ничего. То есть, где бортовой компьютер, потому что я пока все снял. Вот. Вчера я все это расчищал все эти контакты, потому что, ну, надо от старого шлейфа полностью отмыть, чтобы устанавливать новый. И я, кстати, вот эти старые контакты на плате немножко пропаял, то есть, я их освежил оловом, так сказать, залил, потому что уже был вид у них такой подношенный, у контактов они все потемнели, почернели. Вот. Но это тоже никуда не годится. Значит, будет солнечный день, хорошая погода, естественно, настроение сразу хорошее. Ну, я сел за руль и поехал, потому что, ну, самое то, кататься с удовольствием, смотришь на дорогу, все такое, в общем, позитивное. По делам как раз поехал, как альтернатива автобусу. Я в этот день сам себе сказал, блин, а может быть на автобусе съехать? Не, я поеду за рулем, погода хорошая, все нормально. В общем, поехал, еду, 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 все как обычно, в общем, потихонечку начинаю, как говорится, вникать в дорогу, выехал на более-менее свободный участок. Ну, и поворачиваю на перекрестке налево. Вот. Стою, мигаю, впереди стоит автобус. Думаю, ой, как сейчас его объеду, потому что сейчас на остановку остановится, меня застопорит. В общем, я думал, сейчас я уже объеду, уже пытался подготовиться к этому. Ну, и какой-то раздался глухой хлопок. Честно говоря, если вы видите на видеоряде, я смотрелся по зеркалам. Мне почему-то показалось, что в меня кто-то влетел. как бы вот есть такое, что как машину тряханула, глухой удар. Я подумал, мало ли, может там, не знаю, кто-то сзади меня. Но смотрю по зеркалам, пусто. В этот момент в башке проскочило что-то странное вроде. Моя машина дергнулась, а вроде никто, как-то никого нету вокруг. Что это, я думаю, этой машине дергаться? Ну, и как видите, дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин